Во время рабочего визита в город Севастополь глава республики Михаил Игнатьев встретился с земляками-матросами. На Черноморском флоте сейчас проходит срочную службу более 30 чувашских призывников. Все они морские пехотинцы выполняют задачи на боевых кораблях. С новобранцами Черноморского флота познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Черноморский фортпост всегда считался важнейшей стратегической точкой. Город не раз подвергался атакам, но его рубежи оставались под надежной защитой. Жители Севастополя отстояли свои границы и год назад. Когда крымчане решили выйти из состава Украины, военные не допустили переворота. Город вернулся в родную российскую гавань. На Черноморском флоте сейчас служат и чувашские призывники. Матрос Евгений Алексеев был призван сюда 8 месяцев назад. Юноша говорит, что о морской пехоте грезил с юности. И вот теперь его мечта сбылась. Задачи достаточно разные. В основном все это входит в боевую подготовку. Тактическая подготовка, огневая подготовка, вождение боевых машин в различных условиях местности. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с чувашскими призывниками на территории мемориального музейного комплекса 35-я батарея. Именно здесь в годы войны располагались боевые орудия, которые обороняли Черное море, избивали вражеские самолеты. В 43-м году, когда боевые запасы были израсходованы, в военно-морском флоте батарею решили уничтожить. К этим помещениям примыкал орудийный блок второй башни. Мы видим с вами только колодец, потому что, к сожалению, башни были взорваны в ночь на 2 июля 42-го года. В 60 метрах первая башня, она ближе к морю. И глубина залегания этого коридора 30 метров. Долгое время на этой территории не было ничего, кроме руин. В музейный комплекс она преобразилась, благодаря меценатам. 35-ю батарею восстановили в точности именно так, как она выглядела в 40-х. Хотя это было и непросто. Черные копатели разграбили все, что было можно. Черные копатели срезали металл, и от входной двери сохранились только дверные петли. А сама дверь была толщиной 150 миллиметров. Сейчас здесь не только проводят экскурсии, но и принимают присягу матросы-новобранцы. Чувашской делегации устроили особый прием. Гостей приветствовали казаки и матросы Черноморского флота. Гости из Чувашии возложили цветы к стенам некрополя. Глава республики вручил своим землякам, матросам, часы с чувашской символики и пожелал им достойно служить на благо Родины и Черноморского флота. Но некоторые ребята признаются, что хотят вернуться на Черное море снова, уже на контрактную службу. Митрий Ковалев и Андрей Шоклев, республика, из города Севастополь.